Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Давайте, наверное, по порядку с тех событий, которые происходили в Израиле, в политике Израиля за прошедшую неделю, о результатах, что происходит и каковы могут быть последствия этих событий. Да, Сергей, действительно, нет ничего сейчас более важного в Израиле, чем фантастическая ситуация, фактически предательство Анастали Беннета и его партии Ямина, правого лагеря, переход их на сторону левых и формирование левого правительства, которое формально еще не создано, но, видимо, к концу следующей недели уже станет, так сказать, родиться и станет управлять страной. И сейчас, вот в эту неделю беспрецедентных политических потрясений, очень трудно обращать внимание на что-либо иное, помимо того, что находится прямо перед нами. Но вот пока, прежде всего, избиратели на ставе Беннета и Айелет Шакет переживают шок от того, как лихо их избранники предают все, за что прежде боролись, и формируют правительство, обеспечивающее беспрецедентные полномочия не только постсианистским партиям, но и, откровенно, антисианистской исламской партии, стоит обратить внимание на куда более серьезные проблемы. И здесь моя цель не столько и вообще не запугать наших слушателей, особенно израильских наших слушателей, а скорее трезво оценить риски, понять, к чему мы идем, что у нас происходит, к чему готовиться. И в том числе надо понять, как может измениться позиция Израиля в отношении Ирана и что это будет означать для нашей страны. На прошлой неделе важнейшее стратегическое различие между премьер-министром Вениамином Натаньяу и членами лагеря, одержимых ненавистью к нему, стало очевидным. В своем выступлении на церемонии смены руководителей Моссада, мы об этом говорили в прошлый раз как раз, где прежний глава службы Йоси Коин передал эстафету лидерства Давиду Барне, Натаньяу назвал ядерную программу Ирана «экзистенциальной угрозой для Израиля», после чего довольно откровенно сказал, «если нам придется выбирать, хотя я надеюсь, что такого не случится, как говорил Натаньяу, между нашим большим другом США и устранением экзистенциальной угрозы, то устранение экзистенциальной угрозы станет нашим приоритетом». То есть США мне друг, но истинно дороже. Если нам придется спасать себя, то пусть даже ценой, ну не конфронтации, но большого недовольства администрации Байкера. Ну а вскоре после этого министр обороны Бенни Ганс, который долгое время являлся одним из ведущих членов лагеря ненавистников Натаньяу, отверг утверждение премьер-министра и сказал так, «США были и останутся самым важным союзником Израиля в сохранении его безопасности и регионального превосходства в этой сфере». И продолжил затем, «Администрация Байдена — настоящий друг Израиля. У Израиля нет и не будет лучшего партнера, чем США. Даже если случатся споры, они будут разрешены в прямом диалоге за закрытыми дверями, а не через вызывающие заявления способны нести ущерб безопасности Израиля». Иными словами, Ганс напрямую обвинил Натаньяу, открыто говорящего о споре с администрацией Байдена по поводу ядерной программы Ирана в угрозе национальной безопасности Израиля. Расхождение во взглядах этих двух людей на ядерную дипломатию США с Ираном не началось вчера, разумеется. Ганс занимал должность начальника генерального штаба армии обороны Израиля в то самое время, когда администрация Обамы вела переговоры о том, что в итоге завершилась ядерной сделкой 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД на русском языке. Именно эту сделку пытается сегодня реанимировать администрация Байдена. Так вот, на протяжении всего времени на должности главы Израильской армии, Ганс отказывался поддерживать Натанияо, когда премьер выступал против этой сделки и критиковал договор за то, что тот, по сути дела, предоставляет Ирану право на создание ядерного арсенала. Когда же Ганс завершил военную службу летом 2015 года, борьба в США за одобрение сделки с Сенатом была в самом разгаре. И вот в тот самый момент, в тот момент, когда десятки тысяч американских евреев вышли на улицу в знак протеста против сделки, Ганс прилетел в Вашингтон из Израиля, чтобы эту сделку публично поддержать. Понимаете? И в своем выступлении в Вашингтонском институте ближневосточной политики Ганс тогда, говоря о сделке, сказал, «Я вижу здесь наполовину полный стакан. Удержать иранцев от обретения ядерного арсенала на 10-15 лет это отличная вещь». И намекнул, что Натанио, мол, истерик. Сказал в своем ответе по поводу договора так, «Я отказываюсь впадать в истерику». Здесь важно очень понимать, что ядерная сделка ни в коей мере не задерживала обретение Ираном военного ядерного потенциала на 10-15 лет. Это чушь. Договор лишь накладывал некоторые ограничения на ядерные операции Ирана. Причем ограничения эти в значительной мере были условными, поскольку договор предоставлял Ирану право самому решать, какие ядерные объекты будут открыты до инспекторов ООН, а какие — нет. Но даже с этим ограниченным доступом инспектора ООН в итоге признали, что Иран не соблюдает ограничений, наложенных сделкой на его ядерную деятельность. То есть эта сделка была дырява изначально, и она еще не соблюдалась. Более того, даже если бы Иран и соблюдал бы сделку, соглашение позволяло Совету безопасности ООН одобрить превращение Ирана в ядерную державу уже в 2030 году, то есть через 9 лет. И тогдашний президент США Барак Обама сам признавал, что в конце срока действия сделки время, которое понадобится Ирану для того, чтобы обрести ядерный арсенал, снизится практически до нуля. То есть сделка изначально была ужасной. И вот американские евреи выходят на демонстрацию поддержать Израиль и выступить против этой сделки. Прилетает Ганс, который только что был начальником Генштаба израильского, и выступает в Вашингтоне в поддержку этой сделки. Конечно же, выступление Ганса в Вашингтоне тогда, в 2015 году, резко охладило пыл сенаторов-демократов в их усилиях по созданию оппозиции и соглашения. В конце концов, у них действительно не было причин сопротивляться Обаме на фоне заявления одного из лидеров израильской администрации, причем не просто там какого-то политика военного, о том, что, ну, сделка хороша. Позицию Ганса о том, что Израиль должен публично поддержать подход Вашингтона к иранской ядерной программе, разделяют многие в израильском военном эстаблишменте и большинство ведущих представителей СМИ. И вот разделяют ее также Яир Лапит и Нафтали Беннет. В апрельском интервью израильскому 20-му телеканалу Беннет выразил абсолютную веру в администрацию Байдена. Он назвал президента Байдена истинным поклонником Израиля, заявив, что нам необходимо работать с этой администрацией с тем, чтобы выработать условия возврата к ядерной сделке 2015-го года. Понимаете, то есть все, кто сейчас приходят в власть к Израиле, оттесняя Натаньялу, они все за то, что Америка знает, что она делает, отличная сделка, и надо просто дать ей возможность эту сделку провернуть. Право ли Ганса Лапит и Беннет? Действительно ли Натаньяла просто истерит? Может быть, и вправду речь идет всего лишь о споре двух друзей по поводу того, как им достичь общей цели? Или все же США и Израиль стремятся к совершенно разным результатам в переговорах с Ираном? На этой неделе США и Иран провели пятый раунд ядерных переговоров в Вене. И чтобы понять, разделяет ли администрация Байдена израильский интерес в отношении Ирана, просто придерживаясь другого подхода к этому, или же преследует совершенно иную цель, стоит обратить внимание на состав американской переговорной группы. Главный переговорщик США это Роберт Мелли. Мелли — проиранский идеолог. Он никогда не скрывал своего желания заменить традиционную структуру Альянса Америки на Ближнем Востоке, основанную на Израиле и с суннитских арабских государствах, в структуру, основанной на Иране и братьях-мусульманах. Понимаете? То есть сегодня Америка считается как бы её главными союзниками на Ближнем Востоке это Израиль и суннитские арабские страны, Солдовская Аравия, Египет, Объединённые Арабские Эмираты. Мелли всегда выступал. Он в этом смысле последователь, он не влюб. Он говорит, нет, их нужно бросить, нужно связаться и построить отношения с Ираном и братьями-мусульманами, которые являются врагами вот этого лагеря Израиля и суннитских арабских государств. И надо заметить, что он отнюдь не единственный сторонник подобного подхода ни в администрации Байдена, ни в этой делегации, которая ведёт переговоры с Ираном. На этой неделе к делегации США в Вене присоединился новый представитель администрации. Это Ариан Табатабай. Пришла она в администрацию в феврале в качестве старшего советника заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями в международной безопасности. Но по данным группы иранских изгнанников «Иранские американцы за свободу», отец Табатабай, то есть отец одного из лидеров переговорщиков с американской стороны, живёт в Иране. И не просто живёт в Иране, а входит в ближайший круг опоры правящего режима в университетской среде. То есть он один из лидеров академических кругов, которые поддерживают иранский режим. Понимаете? А его дочь является переговорщиком с американской стороны с иранским режимом. Семейные связи американского переговорщика с иранским режимом естественным образом приводят к выводу о том, что интересы иранского режима представлены, ну или, по крайней мере, тепло учитываются по обе стороны стола переговоров. Понимаете? И вот здесь следует вспомнить печальную историю известной, старейшей еврейской еврейского лобби в Америке Эйпака. печальную, потому что это тот самый случай, когда люди боятся войны и предпочитают ей позор, а в итоге получают позор и больную. Нынешнее жалкое положение еврейского, американского, произраильского лобби Эйпа, оно имеет отношение к этому вопросу о том, кто прав, Натанияу, публично выступающий против сделки, или Ганс, Лапиды Беннет, утверждающий, что Израиль должен просто положиться на Америку. Я объясню, почему. С первых дней своего президентства Обама начал загонять Эйпак в невыгодное положение. За десятилетия до прихода Обамы к власти Израиль пользовался мощной поддержкой в обеих политических партиях США. На этой двухпартийной волне Эйпак обладал мощнейшей позицией и влиянием в Вашингтоне. Но сразу же после своего вступления в должность, я напоминаю вещи, которые, возможно, нашим слушателям многим известны. Хорошо? После того, как Обама вступил в должность, его советники занялись тем, чтобы сократить поддержку Израиля среди демократов и подорвать позиции Эйпак. На первой своей встрече в Белом доме с еврейскими лидерами Обама ошеломил своих гостей, пригласив туда представителей Джей-стрит. Что такое Джей-стрит? Откуда они взялись? Джей-стрит был создан буквально накануне сторонниками Обамы для того, чтобы, во-первых, критиковать и осуждать Эйпак, позиционируя как бы такую очень правую и радикальную группу еврейскую, а с другой стороны обеспечивать еврейское прикрытие антиизраильской политики Обамы. То есть вот такой вот Обама будет делать что-то, а Джей-стрит будет сообщать «Да-да, это всё в интересах Израиля, неважно что». Пусть даже просто поддерживать Иран и гнобить Израиль. И в этой ситуации у Эйпак было два варианта противостояния. Либо в русле Натаньяо, или напротив, в ключе его ненавистников сегодняшних Беннета, Лапида и Ганса. Эйпак мог избрать подход Натаньяо и наказать политиков, которые подрывают американо-израильские отношения, прекратив их поддержку. Эйпак же, в конце концов, что он делает? Собирает деньги и даёт их политикам официально. Эйпак мог упорно придерживаться этой позиции, текать администрацию за продвижение политики, угрожающей Израиля и ослабляющей американо-израильский альянс и поддерживать тех политиков с обоих сторон, которые твёрдо стояли за сохранение важнейшего американо-израильского союза. Но в Эйпак избрали как раз второй вариант, вариант Беннет-Лапид Ганс. Вместо того, чтобы бороться, организация попыталась скрыть эти разногласия, которые возникли у него с администрацией Обамы, трусливым пустословием. И каждый раз, когда республиканцы продвигали резолюцию и другие действия в Конгрессе, направленные против политики Обамы, в Эйпак раз за раз нам стремились смягчить республиканскую риторику и ослабить инициативы так, чтобы менее произраильские демократы могли тоже их поддержать. Надо сказать, что, конечно, безусловно, вот та серьезная борьба, которую Эйпак вел против одобрения Сенатом ядерной сделки, она делает организации честь. Но, проиграв бой, Эйпак не стал предпринимать никаких действий против тех законодателей, которые поддержали сделку, ту самую сделку 2015 года. Напротив, вскоре после того, как демократы в Сенате не смогли заплакировать одобрение сделки, обеспечивавшей Ирану право на бомбу к 2030 году, я напомню, через 9 лет уже, члены Эйпак провели сбор средств для сенатора Кори Букера, демократа, несмотря на то, что тот проголосовал за сделку. Он поддержал что-то против интересов Израиля, а Эйпак ему помог, собирал деньги для него. И последствия этой половинчатой политики были стремительны и печальны для Эйпак. За шесть прошедших со временем противостояния ядерной сделке лет позиции и влияние Эйпак среди демократов и республиканцев тоже очень сильно ослабели. Во время президентской гонки 2008 года то есть когда у нас всего там каких-то 12 лет назад Обама чувствовал себя обязанным лично присутствовать на ежегодной конференции Эйп. Он понимал, что если его там не будет, то его шансы на президентское место будут очень невысокими. И он лично выражал глубокую приверженность американо-израильским отношениям и признательность Эйпак за работу по укреплению Американо-израильского альянса. Но вот прошло 12 лет и в преддверии выборов 2020 года единственным кандидатом в президенты от демократов, который вообще согласился принять участие в консеренции Эйпак, стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Брунберг, еврей, да? И Эйпак смог заставить Байдена выступить, только отменив своё собственное правило, которое запрещает политикам вместо того, чтобы появляться лично, отправлять преступления, записанные на плёнку. То есть Байден туда даже не приехал, он плёнку прислал, великий друг Израиля. Вот так упал статус и репутация Эйпака, который был больше уже никому не интересен. Уже никто не считал, что это то место, где нужно показать себя и показать свою любовь к Израилю и еврейскому народу. А пятеро кандидатов президента-демократа вообще посетили конференцию Джей-Стрит, радикальный Джей-Стрит, которая отъела у Эйпака фактически всё влияние на демократов. Но ненамного лучше оказалось положение этого произраильского лобби и среди республиканцев после всего. Как выразился один разочарованный высокопоставленный республиканец, для Эйпак куда важнее предоставить ложную картину поддержки Израиля демократами, чем работать с нами. На самом деле поддерживающими Израиль, понимаете? Очень часто продолжил этот самый республиканец в своём признании, когда мы пытаемся продвинуть серьёзные инициативы в поддержку Израиля, появляются лоббисти и требуют, чтобы мы смягчили требования, так, чтобы к нам могли присоединиться несколько демократов. Потому что самое важное для них — скрыть враждебность демократов к Израилю, в то время как для нас самое важное — поддержать Израиль, сказал республиканец. И вот теперь мы возвращаемся к нашей ситуации. То есть мы уяснили, что когда ты не воюешь с врагом, а пытаешься его задобрить и уступить, то ты в итоге получаешь и провал, и унижение. Это правда, что Натаньяу не может изменить позицию демократов по Ирану. Но Лапид, Бен и Теганцы тоже не смогут повлиять на это. С другой стороны, откровенная оппозиция Натаньяу ядерной сделки Обамы с Айтовами дала возможность республиканцам тоже выступить против неё. Понимаете? Когда вышел Натаньяу, премьер-министр Израиля в 15-м году и сказал, это ужасная сделка, нельзя её продвигать, нельзя её проводить, то у республиканцев была как бы возможность сказать, окей, вы видите, израильтянин, лидер Израиля, говорит так. Непримиримая оппозиция Натаньяу сделала его героем для республиканцев, которые восхищались его храбростью и доверяли ему. И недавно Натаньяу сам сказал, что наличие политических лидеров, желающих одобрить операции против ядерных объектов Ирана, не менее важно, чем наличие сил безопасности, способных это сделать. Понимаете? Это вот в своё время, по-моему, Бенеш, лидер Чехии, Чехословакии, сказал накануне захвата Чехословакии и Германии нацистской, что неважно, что когда броня крепка, если духа нет. То есть у Израиля могут быть очень мощные военные возможности, но если нет лидеров, которые готовы одобрить операцию против ядерных объектов Ирана, то ничего не выйдет. И вот мы сейчас оказываемся в ситуации, когда лидеры, считающие, что поддержание дружеских связей с администрацией Байдена является их самой важной задачей. И понятно, что они неизбежно будут гораздо менее склонны к одобрению операций, способных разозлить таких, как Байден, Мали или их команды. И именно они теперь будут отвечать за безопасность и само будущее Израиля. И на мой взгляд, среди всех проблем, которые сейчас мы можем предвидеть с возникающим в Израиле правительством, эта проблема оказывается самой опасной, самой тяжёлой, самой сложной. О других мы ещё поговорим, может быть, немножко сейчас успеем, может быть, уже после перерыва, но вот это самое серьёзное и самое важное. Сергей, давайте, может быть, сейчас тогда перерыв небольшой и потом вернёмся раньше. Давайте сделаем небольшой перерыв, а потом, да, абсолютно, так и сделаем, так и поступим. Спасибо, Александр. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего «Открытый диалог». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Звоните, если у вас есть вопросы. Вот была попытка дозвониться, но не дождался человек окончания рекламы, поэтому, если остались вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте, Александр постарается на него ответить. Я надеюсь, что нас телефонная связь не предведёт. Мы поменяли систему, поменяли компанию, и будем надеяться, что оно будет работать. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вот, главное, требовательные условия вхождения Махмуда Аббаса практически ничем не отличаются от требований остальных арабских партий. И вот, что не могло привлечь внимания даже левых лет 10, там, на 5, там, назад. И тем не менее, что-то вот эти условия теперь уже стали приемлемы для левых партий, и даже вот для правых частично. Что изменилось с тех пор? И мой второй вопрос. Вы в фейсбуке написали о том, что появилась ещё маленькая, маленькая надежда на то, что один из членов партии Емена всё же может воспрепятствовать, и 60 голосов недостаточно будет для того, чтобы сформировать вот это правительство арабское единство. Есть ли надежда или же она угасла? Спасибо. Что касается чего изменилось? Изменилось то, что впервые в основополагающем документе о правительстве, в котором начиная с создания государства Израиль, и затем во всех правительствах, включая самых левых, даже у Рабина и Переса, было записано, что израильское правительство будет сохранять и развивать еврейский характер государства, продвигать репатриацию, Алию и так далее. Всего этого в этом документе нет. То есть что бы нам не рассказывали сейчас апологеты Беннета или Лапида тем более, речь идёт не просто о левом правительстве с Беннетом в виде такой мезузы в публичном доме, речь идёт о откровенно антисионистском правительстве, в котором большинство составляют постсионистские партии типа Мерет с Авадатом или Лапид и как бы откровенно антисионистские арабские партии. Поэтому да, то, что было неприемлемо для левых ещё 15-20 лет назад, сегодня и для левых, и для Беннета, который полностью перешёл на левый фланг, уже стало приемлемо. Что касается того, может ли чудо какое-то спасти Израиль, да, Израиль принимает в расчёт всегда чудеса, как вы знаете. На мой взгляд, нет никаких шансов и на следующей неделе мы получим вот это самое антисионистское правительство в истории Израиля. Но формально до тех пор, пока это правительство не приведено к присяге, у нас его нет. И мы будем, конечно, молиться и надеяться на то, что Всевышний нас как-то не оставит в этом принципе. 847-400-5200 телефон нашей студии. Если ещё есть вопросы, пожалуйста, звоните. А пока, наверное, перейдём всё-таки к тому, во что же может вылиться в формирование этого правительства. Мы говорили о том, что самое главное, что люди, которые будут лидерами Израиля, поголовно просто все правительства Израиля, они все сторонники, в отличие от Натаниэла, который готов был спорить и даже вступать в конфликт с американской администрацией для того, чтобы защищать интересы Израиля на иранском направлении, эти нет, наоборот. Они считают, что Америка за нас всё сделает. Ну, насколько Байден хорошо сделает за Израиль все его, решит его проблемы, я считаю, что ничего хорошего не получится. Но есть и другие вопросы тоже. И на самом деле теперь уже нет никакого смысла говорить о бездне, моральной порочности и предательстве, в которой обрушились нафтали Беннета и Ела Чакет. Но теперь, когда эти два самовозглашённых лидера идеологических прав покидают национальный лагерь, формируют левое правительство, поддерживаемое прохамасовскими арабскими партиями, надо понять стратегические национальные последствия этих действий. И здесь, конечно, вот мы уже сказали, что министры, поддерживающие политику администрации Байдена, на Ближнем Востоке будут иметь абсолютное большинство в левом правительстве, которое они будут формировать. То есть не будет других там. Будут только те, которые считают, что Байден за нас всё решит, в отличие от Натаньяо, который в 2015 году, мы помним, просто ехал в Конгресс, выступал, поднимал людей и давал, по сути дела, республиканцам некое моральное обеспечение, возможность выступать в поддержку Израиля. Сегодня этого не будет. И тут надо понимать, что обязательство администрации Байдена вернуть США к ядерной сделке 2015 года, оно ведёт только в одном направлении. Политика Байдена в отношении Ирана гарантирует то, что Иран достигнет обеих своих важнейших целей региональной гегемонии и членства в ядерном клубе. Возрождение сделки 2015 года поможет Ирану вернуться на мировой рынок, обеспечит режиму АйТО миллиарды долларов наличными через облегчение санкций и через размораживание средств. И благодаря этим деньгам и фондам и кредитным линиям режим в Тегеране укрепит свой контроль над Йеменом, Ираком, Сирией и Ливаном и позволит расширить войну против Саудовской Аравии, вынуждая страны Персидского залива и Иорданию потихоньку подчиняться воле Ирану. Ну, а затем, скорее всего, и хаменистский режим обратит свое внимание на Египет и займется там свержением правительства Сиси за приведение к власти братьев-мусульман. Александр, у нас есть звонок, если вы не возражаете. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, я сначала хотела спросить, как, ну, то, что Бенет и Лапиды, не Бенет, Лапиды, Сарси и так далее, все за то, чтобы ну, что, что иранская сделка это все хорошо, меня удивляло, что за это Сейд Бенет. Все-таки он правый правый депутат и так далее. Но после того, что вы рассказали, я поняла, что они просто продались. Продались глобалистам, когда им пообещали быть в 5% элиты. Не обязательно продались. Может быть, просто Бенет недостаточно хорошо понимает ситуацию. То есть, люди с вами, просто он недостаточно умный человек. Вот и все. Ну, я не думаю, за столько времени, сколько Наталья Губароса с этим соглашением, бог Бенет разобраться, если у него хоть что-то в голове есть. Я хотела спросить, почему народ Израиля молчит? Большинство все-таки голосов было отдано Натаньяху и его партии. И в результате получается, что править страной будет как раз враги и государства, и Натаньяху, и народа Израиля. Вот это мне все-таки непонятно. Спасибо большое. Окей. Ну, во-первых, не совсем молчит. Вот на следующей неделе, в понедельник, должна состояться большая демонстрация права в попытке повлиять вот на тех колеблющихся депутатов от Ямины, на мой взгляд, это не поможет. Но действовать все равно надо. Во-вторых, понимаете, избиратели Ямины, они в шоке сейчас. То есть из них 60% по всем опросам считают, что это просто какой-то кошмар, что их просто обманули, что они, конечно, за такое не подписывались. Но 40% считают, что все хорошо. Главное, чтобы Бенет станет премьер-министром, а все остальное как бы не так важно. 40% — почти половина. И в эту половину входит истеблишмент религиозного сионизма. То есть большинство ведущих, идеологов, публицистов, журналистов в вязаных кипах, они говорят, замечательно, круто, плохой Натаньял, хороший Бенет, он все сделает правильно, он большой молодец. И полностью абстрагируется от этой ситуации, что действительно очень сильно раскалывает правый лагерь, усыпляет его бдительность, поскольку большинство его как бы труба дуров, большинство его людей, которые как бы могли бы вывести людей на борьбу, они наоборот поддерживают ситуацию. Теперь не забывайте еще вот такой момент. Вы помним, что при Натаньялу демонстрации были все время. Демократы из Америки присылали деньги, здесь были хулиганы, которые непрерывно устраивали беспорядки возле его резиденции в Иерусалиме, но право на демонстрацию поддерживалось даже во время самый раздар коронавирусного карантина, то есть когда все было закрыто, абсолютно, люди буквально сидели по домам в комендантский час, право на демонстрацию было оставлено, и эти самые демонстранты стояли под домом Натаньялу, непрерывно махали черными флагами и кричали ему «Уходи!». Сейчас, когда ситуация изменилась и правые попытались выходить на демонстрации, то сразу же вспомнили о том, что это угроза демократии, что когда правые говорят, что Беннет их обманул, это же очень опасно, потому что какой-нибудь правый может опять подумать, что раз Беннет обманул, его нужно убить. И Беннет с Саром подхватили эту самую риторику левых о том, что ругать Беннета и Сара за то, что они перешли из правого лагеря в левый, предали правый лагерь, предали своих избирателей и строят постсионистское, антисионистское правительство с левыми. Если ты так говоришь, то ты фактически подстрекаешь к убийству. Ну а дальше, как у вас в Америке, понимаете? Говорить, что Трамп очень плохой, можно. Если вы начинаете заикаться про то, что Байден очень плохой, то вы подрываете основы демократии и вас можно арестовать превентивно или задержать. Всё, что было во времена ОСЛа и размежевания, всё возвращается. И самое страшное в этом — левые остались левыми, с ними ничего не сделаешь. Но то, что Беннет и Сар ведут это всё, и они говорят, и ведущие журналисты вязаных типах, тот же Амит Сегель, говорит, а Беннет, как вот здесь, не боишься ли всё, что правые тебя убьют? И Беннет говорит, да, да, это очень опасная ситуация. Понимаете? Они полностью переняли этот нарратив, ещё не создав правительство. То есть 1937 год в Израиле пришёл ещё до того, как они пришли к власти. Вы спрашиваете, почему люди не выходят на демонстрации? Ну вот вам один из ответов. Сергей. Спасибо. Ну и давайте продолжим о тех угрозах, которые несутся. Мы сказали, что то, что происходит сейчас, ядерная сделка, она позволит Ирану продолжить свой захват территории на Ближнем Востоке, развивать свою гегемонию с одной стороны. С другой стороны, к 30-му году у неё официально будет ядерное оружие, и никто уже не сможет как бы это остановить. И вот левое правительство, которое собираются сформировать Беннет и Шакет, не будет противостоять политике Байдена, поскольку большинство членов кабинета как раз напротив поддерживают эту политику. И это в частности касается очень важных вещей. Это в частности касается того, что будут таким образом убиты соглашения Авраама, о которых мы так говорили, великая вещь соглашения Авраама, их просто это всё уничтожит. Почему? Я объясню. Обоснованием этих мирных соглашений была вера арабов в готовность Израиля противостоять Ирану, даже вопреки США, понимаете? То есть арабы говорили, Израиль стоит твёрдо против Ирана, даже готов ссориться с США, мы будем держаться за него, и это вот как бы наше соглашение в этом и заключается. Они же с нами задружили не только ради тех бизнесов, которые сейчас действительно приносят миллиардные доходы, но в первую очередь, что вместе противостоять Ирану. Если приходит команда, которая говорит, мы Ирану не будем противостоять, как Байтин скажет, так мы и сделаем, то для арабов, конечно, ценность Израиля абсолютно становится нулевой, и эти соглашения умрут. Но это ещё не всё. Левое правительство, которое сейчас формирует Беннет и Шакет, гарантирует то, что администрация палестинской автономии завершит в ближайшие годы захват зоны Си, то есть тех частей Иудеи и Самарии, которые сегодня находятся под контролем Израиля, поставив под угрозу стратегические интересы Израиля и подвергая опасности еврейской общины, там живущей Иудеи и Самарии. Большинство членов формирующегося правительства возражают против любых шагов по обеспечению прав и стратегических интересов Израиля в этих районах. Другими словами, они за то, чтобы Израиль ушёл из Иудеи и Самарии, а не оставался там. Окей, Бен и Тессар, конечно, говорят не иначе, но Бен и Тессар, меньшинство, из 60 коалиций их с трудом там набирается 10-12, таких, которые за то, чтобы Израиль оставался в Иудеи и Самарии. Но мало того, что вся эта коалиция как бы идеологически привержена подрыву прав Израиля, в Иудеи и Самарии, они никогда не осмелятся против вызов администрации Байдена, поддерживающей захват этих областей палестинскими арабами, понимаете? То есть, с одной стороны, тех, которые как бы не хотят, чтобы арабы захватили Иудею и Самарию, их там меньшинство, а большинство как раз говорят, да, правильно, правильно, так и должно быть. А с другой стороны, даже если бы они как-то договорились между собой, что они будут противостоять, они никто не смеют выступить против Байдена, потому что их позиция, как мы уже сказали, быть вместе с Байденом даже в ущерб интересам Израиля. И при этом в левом правительстве, конечно, Хамас, скорее всего, сможет восстановить свой военный потенциал в течение нескольких месяцев. И экономическая, политическая поддержка администрации Байдена, ЕС и ООН даст ему возможность без ограничений импортировать и строительные и прочие материалы двойного назначения, которые ему необходимы для восстановления военного потенциала. И шанс на то, что Израиль сумеет этому помешать, он очень низкий, потому что большинство членов кабинета Министр поддерживают планы администрации США по восстановлению газа по гуманитарным причинам, понимаете, и возражать Америке они не станут. Но помимо дипломатической и военной катастрофы, которую создаёт левое правительство, существует ведь ещё и проблема израильской демократии. Подавляющее большинство министров, формируемых сейчас левым правительством, поддерживают вот этот процесс узурпации полномочий Кнессета и правительства кликой высших юридических чиновников. То, о чём мы всё время говорили, что Верховный суд и юристы захватывают себе полномочия избранников народных и правые должны что-то сделать, чтобы это изменить, судейскую реформу какую. Но в этом правительстве люди, которые вообще озвучили фразу судейской реформы, они в меньшинстве, их может быть там два, это Шакет и Сар, они это озвучивали, они даже об этом говорят сейчас, но их там два на 60. Какую реформу они смогут провести при таком раскладе? А главное, что радикальные судьи Верховного суда, юридические советники, прокуроры получат возможность осуществлять свою давнюю мечту и распространять свою власть на все аспекты общественной жизни, а не просто Верховный суд займётся созданием прецедентов. Например, Верховный суд может решить сейчас, что Израиль обязан дать гражданство незаконным, нелегальным инфигрантам из Африи. В ситуации, когда было правое правительство, был шанс, что правое правительство, правая коалиция против такого решения Верховного суда может провести так называемый параграф преодоления. Но это правительство параграф преодоления продвигать не будет. Даже если Беннет договорился с Лапидом о том, что не делается резких шагов вправо или влево, Верховный суд, который ни с кем, ни о чём не договорился, и там сидят абсолютные радикалы. Они просто начнут сейчас штамповать всевозможные прецеденты, которые постепенно убивают Израиль как государство еврейского народа и превращают его в так называемое государство всех граждан. То есть, по сути дела, растворяют его в Арабском море, океане, в окрестном. То есть, они дают возможность мусульманам из Африки получать гражданство, потом на воссоединение семей так называемых арабов со всех сторон из Иордании, из Иудеи, из Сомалии, из Газы получать гражданство. И в итоге понятно, что расчёт, чтобы арабское меньшинство стало настолько значительным, чтобы вопрос о еврейском характере государства был снят с повестки дня. И неважно, что премьер-министр Беннет и его голосистый хор говорят в защиту предательства своих избирателей, своего политического лагеря и своего честного слова. Факты таковы, какими они являются. Беннет и Шакет, их приспешники формируют самое радикальное и слабое правительство, которое когда-либо знал Израиль. И не нужно быть пророком, чтобы предвидеть последствия этих действий. А есть ещё один момент, который я не сказал, это экономика. Все экономические портфели отданы марксистам. Марксистам на стероидах, то, что называется. То есть людям, у которых в голове только одна мысль, одна идея экономическая. Всё отнять, всё поделить. Помните, как у Булгакова. И вот эти люди сейчас будут разбираться с израильской экономикой. Те люди, которые 12 лет мешали Натаньяу начать добывать газ и продавать его, и он всё равно продавил это через их неприятие, они теперь будут решать, что дальше делать с этим газом. Понимаете? Эти люди, как бы, они раздербанят тот экономический уровень, который мы достигли, очень легко и очень быстро, просто потому, что они, а, не умеют ничего, во-вторых, вся их, так сказать, идея заточена на отнять и поделить. И это ещё при том, что мы находимся сейчас в условиях посткоронного кризиса экономического. Короче говоря, как бы, да, Сергей, у нас есть вопросы, давайте попробуем на них ответить. Не успел, не дождался радиослушателей. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните 847-400-5200, немножко терпения, и обязательно примем ваш звонок. Давайте дождём. Вот у нас перезвонили, да, пожалуйста. А, добрый день. А вы мне, во-первых, я счастлива и рада, что я вас нашла, это раз, вашу станцию. А вы знаете, а с кем армия вообще вот в этой ситуации? Ведь, насколько я понимаю, в Израиле армия очень патриотично настроена, и вообще, что вообще происходит там? Спасибо. Пожалуйста. В Израиле армия патриотично настроена, безусловно, но армейское командование не станет проводить сейчас военный переворот по ряду целому причин, и хотя бы потому, что, в общем-то, формально, сколько бы мы ни говорили о том, что произошел фактически переворот в Израиле, формально никакого переворота не произошло. Были выборы, были избраны демократическим путем политические лидеры. Эти лидеры как-то сформировали коалицию, ничего незаконного здесь нет. Это все очень грязно и очень плохо пахнет, но никакого нарушения здесь нет. Поэтому у военных нет как бы внутреннего ощущения необходимости спасать республику с помощью военного периода. Более того, я вам скажу, весь левый лагерь говорит, что это замечательно, и внутри правого лагеря, я уже сказал, половина избирателей Ямины и партии Сара, они говорят, что все замечательно, главное, что свалили на Таньяо. Вот что главное, понимаете? То, что мы потеряем Иудею и Самарию, что Иран станет ядерной державой, что наша экономика пойдет под откос, это все чепуха, это право и придумывают. Точно так же, как они, конечно, сгущали краски перед Осло и говорили, что тут будут взрываться автобусы. Точно так же, как право и сгущали краски и говорили, нельзя уходить из газа, потому что полетят ракеты на Тель-Авив, это же было все вранье, мы теперь знаем, что ничего этого не случилось. И вот теперь, когда правые говорят кошмар, и бог с ним с предательством, которое свершил Беннеттон, то, что он строит, это ужасно для страны, они говорят, да ладно вам, главное, самое ужасное был Натаньяо. Мы его скинули, и вот это действительно счастье, а все остальное приложится. Так что в этой ситуации я не вижу, каким образом армия может вдруг выступить, не говоря уже о том, что наши враги по границам только и ждут, чтобы в Израиле началось что-нибудь такое, типа военного переворота. Так что об этом также не актуально говорить, как, скажем, о военном перевороте в США. Сергей? Да. Давайте продолжим. 847-400-5200, телефон нашей студии, если будут вопросы, звоните, я сразу попытаюсь передать. Давайте, пока, так сказать, вот еще один момент, который я хотел бы сказать, и не успел, может быть, рассказать о нем, если у нас будет звонок, пусть тогда вы прервите меня. Помимо всего прочего, есть еще такой момент. В нашем регионе, ведь очень неспокойным, очень горячим, к новеньким всегда относятся с интересом, проверяют на вшивость, но это всегда так, в любой ситуации, в любом раскладе. И вот сейчас, после 12 лет Натаньяо, про которого все уже знали, знали, что он человек спокойный, очень взвешенный, очень прагматичный, но если наехать на Израиль, можно агрести пополнее. Теперь приходит вот это вот смешное правительство людей неопытных, видящих ситуацию диаметрально противоположно и как бы не имеющих никакого военного политического опыта, без связей международных, таких, каких были у Натаньяо, проверить их на вшивость всем нашим соседям, всем нашим гиенам и шакалам, которые по границам ходят. Это просто вот как бы, ну то, что называется, сам Бог велел. Давайте-ка мы пульнём ракеты или что-нибудь такое сделаем, посмотрим, как они отреагируют. И, то есть, другими словами, вот приход такого нового, неумелого, несерьёзного правительства, оно провоцирует наших соседей на то, чтобы те проверили их на вшивость, с одной стороны. А с другой стороны, я очень хорошо помню эту ситуацию с правительством Ольмирта, таким же точно, неумелым после Шарона. Шарон, по крайней мере, он был негодяем, злодей в конце своей, так сказать, жизни, но он был сильным политиком, и все знали, что он может врезать, так что мало не покажется. И вот пришёл Ольмирт, и вся его весёлая компания, ГОП-компания, и Хизбалла тут же попробовал. И что произошло дальше? Ольмирт, чтобы доказать, что он тоже герой, он ввязался в страшнейшую авантюру которая, может быть, задним числом мы говорим, она, в общем, принесла Израилю некоторый успех, потому что с тех пор Насрала больше не вылезал из бункера подземного, никогда. Он там сидит и боится, что его грохнут. Но она стоила Израилю очень многих жизней. И здесь может произойти то же самое. Наши горе-правители новые, чтобы показать, что они герои, что они настоящие мачо, они, например, пошлёт нашу армию в газу, прекрасно понимая, что мы туда приходим для того, чтобы там остаться, для того, чтобы отдать её Абумазану из Рамалы, чтобы уничтожить Хамас и отдать это фатху. И тем самым как бы вернуть ситуацию, когда автономия не расколотна на два враждующих лагеря, что нам очень выгодно. Она едино снова. Об этом Ганс и Либерман уже говорят почти в открытую, что нужно пойти и ценой жизни наших солдат, положить там жизнь наших солдат, чтобы они погибли, чтобы мы захватили газу и отдали её Абумазану, чтобы не было Хамаса. Потому что Хамас плохой, а Абумазан хороший. А то, что это нам создаст ситуацию, при которой наши враги больше не живут по схеме разделяя власть, то есть не воюют друг с другом, и, соответственно, нас у них меньше времени, а это единый враг, который скажет, давайте переговоры, давайте сдавайте ситуацию в Иудеи и Самарии, сдавайте позиции. Это как раз они и хотят продвигать эту политику. Но ко всему прочему это ещё и будет чревато военной авантюрой, которая обойдётся нам очень дорого. Натаньял не хотел наземной операции в Газе, потому что понимал, что это нам не принесёт никакого дивиденда, а мы просто угробим там десятки, может быть, сотни наших солдат. Эти ребята постараются показать, что они мачо, и очень вероятно попробуют провести какую-нибудь такую героическую операцию, которая нам станет очень дорого. И это ещё один аспект, который действительно меня очень и очень тревожит в данной ситуации. Спасибо. Ну а теперь вы, наверное, слышали, вернее так, несколько слов о американо-китайских отношениях. Что тут происходит? Ну да, это как бы такой вот от микро к макро, от нашего израильского, израильско-американского, ближневосточного к глобальному. То есть глобальное тоже всё трещит по швам, потому что настолько, насколько наши новые правители, так сказать, будут смешны и вызывают лишь презрение. Точно так же, как бы администрация Байдена в глазах всех больших плохих шей, конечно, после Трампа вызывает одно только презрение. И вот уже Китай официально как бы грозит ядерной войной. Одно из ведущих средств массовой информации Китая на днях, оно считается официозным правительственным, открыто призвало на этой неделе готовиться к ядерной войне с Соединёнными Штатами. По словам редактора газеты, после того, как Байден приказал расследовать, несёт ли Китай ответственность за вирус короны, Китай должен как можно скорее увеличить свои запасы ядерного оружия и подготовиться к войне. Понимаете? То есть да, мы знаем, что есть эскалация напряжённости в китайско-американских отношениях из-за нарастающих угроз Китая-Тайваню и из-за усугубляющейся экономической войны. И ещё потому, что Байден, в общем, теперь, раньше это было всё только Трамп, плохой Трамп говорил, что китайцы виноваты в этом вирусе. Может быть, случайно или намеренно, но виноваты. Это был плохой Трамп. Но теперь плохого Трампа нет, и Байден сам начинает говорить, да, вот похоже, что китайцы этот вирус там себе культивировали, то ли они его специально разлили, то ли он у них утёк. И к этому всему ещё добавляется, так сказать, то, что американцы ругают Китай и ругают, на самом деле, совершенно по делу, о том, что Китай занимается геноцидом уйгуров. Уйгурское меньшинство, это меньшинство, кстати, насчитывает сколько там, десяток миллионов, несколько десятков миллионов человек. Уйгурское меньшинство, которое фактически находится в условиях геноцида. Они их сотнями тысяч отправляют в лагеря перевоспитания. Мы знаем, что такое лагерь в перевоспитании в социалистическом или коммунистическом режиме. Многие из них потом там исчезают загадочным образом. Вот их используют на принудительных работах, например, по сбору хлопка. И вот на этом фоне, так сказать, Китай заявляет, что ему нужно наращивать свой ядерный арсенал. Почему? Вот этот интересный момент. Сколько времени у нас есть, Сергей, чтобы я попробовал объяснить его? Четыре минуты. Окей, постараюсь уважиться. Дело в том, что сегодня многие считают, что вот есть две ядерные державы, Китай и США, и они, в общем, как бы равны по силам. Но это неправильно, это не так. Двумя ведущими ядерными державами по количеству ядерного заряда всё это остаются США и Россия. И каждый из них примерно обладает по пять тысяч ядерных зарядов. Каждый. Ну и ещё некоторым количеством, которое предназначено для демонтажа и захоронения. А другие ядерные державы, например, Великобритания, Франция и тот же Китай, они далеко позади по количеству ядерных боеголовок. И у них всего по несколько сотен ядерных зарядов у каждого. Именно поэтому Китай призывает сейчас к увеличению своего ядерного арсенала пока что ещё очень далёкого от потенциала США. То есть раньше они просто не смели об этом говорить. Сейчас они обнаглели и, так сказать, говорят, что вот у нас здесь, у Америки пять тысяч, у нас несколько сотен, нам нужно больше ядерного оружия, чтобы, если что, воевать с Америкой, так сказать, на равном. Ну, если уж мы, как бы, говорим о раскладах, то у нас после вот этих трёх держав Великобритании, Франции и Китая, у которых по несколько сотен, есть ещё Индия и Пакистан, в каждой из которых примерно по 120 ядерных зарядов. И ещё есть Северная Корея с несколькими десятками зарядов. Ну, наши слушатели, наверное, говорят, а что с Израилем, да? У Израиля, как известно, как говорил Голдомер, у ядерного оружия у нас нет, но если нам принадобится, мы его применим без каких-либо колебаний. Так вот, Израиль действительно это девятая страна, которая обладает, я как израильтянин говорю эту формулу, вы должны понять согласно множеству зарубежных публикаций ядерным оружием. Без этой формулы я говорить не могу, потому что иначе я нарушаю закон. Так вот, по зарубежным публикациям ядерный арсенал Израиля достигает по минимальным оценкам 80 боеголовок, по максимальным 400. Все эти цифры основаны так или иначе на оценках скорости производства радиоактивного материала в реакторе Димонском в соответствии с расчётом его мощности. Но мощность знают, какой она была в 50-е годы. А понятно, что за эти годы она сильно изменилась, потому что его улучшили. И поэтому такой большой разброс. А также ещё большой разброс. Почему? Потому что неизвестно, сколько Израиль как бы уже утилизировал старых боеголовок, сколько остальных. В итоге наиболее реальные и осторожные оценки предполагают, что ядерный арсенал Израиля насчитывает сегодня от 150 до 200 боеголовок разных типов. Тут речь идёт о четырёх глобальных типах. То есть это мощные водородные бомбы или обычные атомные бомбы, которые предназначены для сбрасывания самолёта. Это тактическое ядерное оружие ограниченной мощности. Такие снаряды, которые можно даже просто выстреливать из кушек дальнобойных. Это ракеты «Ерихо» с ядерной боеголовкой, которые запускаются в суши. И ракеты с ядерной боеголовкой, которыми оснащены подводные лодки. Вот четыре типа оружия. Кстати, у подводных лодок на самом деле у большинства ядерных держав нет. Они есть только у самых-самых. И вот мы в том числе. Как уже было сказано, вся эта информация, она из зарубежных публикаций, которые, в свою очередь, были основаны на информации, раскрытой когда-то израильским атомным шпионом. Что касается Ирана, и на этом мы, видимо, с Сергеем заканчиваем с вами, потому что у нас время выходит. Есть, так сказать, постоянно Иран муссирует тему о том, что на самом деле ядерное оружие у него уже есть. Его друзья тоже об этом любят говорить, как бы запугивая. Типа вы даже не думайте, у нас уже есть ядерное оружие. Откуда у Ирана ядерное оружие? Мы его купили у разваливавшихся республик Советского Союза, ну там Казахстан, Белоруссия, Украина, что они там не всё сдали по списку, а кое-что у них утекло в Иран. Или ещё Северная Корея помогла. Но это, судя по всему, враньё, потому что мы знаем, что израильская разведка очень глубоко находится в Иране. Вот эти все бесконечные происшествия, которые сейчас там происходят, случаются внезапные взрывы на военных заводах, какие-то, так сказать, другие диверсии, аварии. Мы понимаем, что это, в общем, не само происходит так, но только по Божьей милости то, что называется. И можно говорить о том, что израильская разведка хорошо понимает, что есть у Ирана, и по израильским оценкам у Ирана ядерного оружия нет. Но, как мы говорили, пока в 2030 году Иран совершенно официально сможет обладать ядерным оружием, а точнее, как бы мощностями, позволяющими им в течение нулевого срока это оружие создать. Вот такая вот ситуация. Спасибо огромное, Александр. Как всегда, очень содержательно, информативно. И до встречи в следующий раз. И будем надеяться, что, несмотря на все, мы переживём. И вы переживёте. Будем на хорошие новости какие-то. На хорошие новости. Будем на хорошие новости. Всего доброго. До следующей встречи.